Я просил повесить один билборд. Бельчане спасибо, что не предали. И хочу вам сказать огромное спасибо и низкий вам поклон. В 2015 году мы победили в 13 городах. Вы знаете, я десятки миллионов лей своих денег, помимо бюджетных, потратил на Бельце. Я помогал другим городам в стране. Я брал бурщадку Бельце, значит, я ее также брал нашим коллегам Дроки, Афалешты, Рыжканы, Гладяны, Басарабяска, все города, где были наши. Я помогал селам. Я купил какое-то количество единиц техники для Бельца. Мы выровняли ситуацию с баскетболом, с футболом. Просто понимаете, проблема в том, когда Ренат Усатый одет, а все приходят. Бальные танцы Ренат Усатый, борьба это тоже я, футбол это тоже я, баскетбол, теннис есть. Да. Конный спорт, ну окей, конный спорт там развивается без нас, мы просто помогли, там другие люди вкладывают. Но они вот сделают все. Я им говорю, ребята, вот у нас было 13 городов, мне не стыдно сегодня выйти перед людьми в любом городе и сказать, сколько миллионов, десятка миллионов было потрачено денег моих, сколько появилось нового в городах за счет того, что мы изменили бюджет. У вас было всего два маленьких города, Окнец и Бричана, где выбили социалистов. У вас был живой, здоровый Додон. Его не прессовали, как меня, 4 года. Он жил в тепличных условиях. Я хочу приехать в Окнец и Бричана, я там был. Пусть мне покажет мастеров с Додона, что Додон, он сегодня мультимиллионер, у Игоря все в порядке. Плохотник ушел, Игорь хочет стать новым плохотником, я умру, но ему это не дам сделать. Мы избавились от одного плохотника, не для того, чтобы был другой. И в Окнец и Бричана, не серьезно, чтобы сказал, что вот у них было две примарения, маленькие города. И вот Додон сделал в Окнец километр дороги, а в Бричанах километр тротуара из своих денег. И они это показать не могут. Вы видели результаты на городских рынках, на других предприятиях, где, например, если мы смогли увеличить бюджет городской, за счет этого были куплены, например, новые автомобили для уборки мусора. Впервые за 25 лет купили больше единиц техники, потому что вы помните, как шантажировала нас мусорная мафия. В результате все равно эту войну выиграли. Вчера была комиссия на полигоне со стороны правительства Майя Санду. Надо отдать должное, они сказали, они честно сказали, тут не было никаких инвестиций. В Берцах на бумаге все это оформлялось так, как они знали до 2015 года. И проблему полигона решили. Но параллельно купили новую технику для уборки города. Что-то подарил я, я и дальше буду это продолжать. Потому что у нас, вы понимаете, настолько бестолковое законодательство. Почему многие, те, кто ездят на машинах, ходят, плюются, потому что уже лето, июнь месяц, и смотрят по городу, нигде нет ямочного ремонта. А ямочного ремонта нет ни в Берцах, его нет во всей стране. Я объясню вам почему. Потому что по закону сегодня на конкурс может заявиться абсолютно любая компания. Нету никаких, должны быть законом установлены нормы, что они должны показать, что у них есть столько-то единиц техники, какой-то опыт. Должны положить в виде депозита какие-то деньги, как гарантию. Этого сегодня нет. Приходят самозванцы, дают чуть ниже. У нас в законе написано, челма и евтин пресс. Нельзя так делать. Потому что приходят проходимцы, которые потом пишут контестации, жалобы, а по закону фирма, которая выиграла, не может начать даже ямочный ремонт, я уже не говорю ремонт дорог, пока не закончится рассмотрение этой контестации. Мы начинаем, вместо того, чтобы начинать перед Пасхой ямочный ремонт, либо сразу после, мы начинаем в июне, в июле. И это вопрос нашего законодательства. Да, хорошо. Григорий в прошлом году был в Москве, в Западном округе. Он не грузится. Мы нашли технику. Нам ее показали, как она работает, которая позволяет делать ямочный ремонт зимой. Потому что зимой в минусовую температуру никто не делает, ничего не держит. Нам показали, что эта техника работает. И если она выдерживает климат в Москве в зимнее время, значит выдержит и у нас. То есть есть вещи, которые зависят от нас. Вчера я об этом говорил на встрече с работниками ЖКХ. У нас, когда по нам бьют, мы всегда молчим. Это наша основная проблема. И бельчан, и жителей других городов висел в стране. Потому что недавно подняли электроэнергию на 5% для всей страны. Для Бельц подняли на 17%. То, что этого очень много, я с вами полностью согласен. У меня вопрос к тем, кто ее поднимал, эту электроэнергию. Четыре года по всем телеканалам рассказывали про офшоры в Приднестровье, про схемы плохотника, что вот сколько воруют у людей из карманов. То есть не поломали ни одной схемы из этих старых, про которые говорили четыре года, но сразу подняли электроэнергию. Плюс у меня вопрос. Понятно, что кто-то нашел экономическое обоснование, но когда по стране поднимают на 5,5%, а в Бельцах, если точно, на 16,75%. То есть почти 17%. В Бельцах что? Больше людей, или больше пенсии, или больше зарплаты у госслужащих. То есть почему такая разница, что другая страна, правильно вы говорите. И вот у нас наша проблема, когда такие вещи происходят в Украине, в соседней Румынии, в других странах, там люди выходят и защищают свои права. Мы сегодня просим вас одно и предлагаем пельчанам на всех встречах заключить один договор. Вы поймите, вы ждете от нас каких-то результатов. Я жду от вас также поддержки. Я говорю не про поддержку на выбор. Я говорю про поддержку, когда мы начнем работать. Если мы выходим к вам по телевизору, в социальных сетях, и просим пельчан прийти вечером, потому что хотим привезти туда, начиная канализацией, заканчивая другими организациями, с которыми есть проблемы, вы должны приходить на эти встречи. Потому что если на этих встречах буду я с нашей командой, вы поймите, если они нас не услышат, если они будут последствия относиться к нам, к жителям города, к самораспределению того же бюджета, дороги и так далее, если нам в один день надо будет выйти на дорогу национальную, то вы поймите, нам надо будет выйти. Я вместе с вами пойду, если надо, на 15 минут ее перекрыть, но если они по-другому нас не будут слышать, мы должны будем с вами пойти на эти меры, не для того, чтобы кому-то навредить, для того, чтобы быть примером для всей страны, что в Бельцах живут особые люди, Бельцы – особенный город, и мы в Бельцах можем отстаивать свои права, и никто нам не будет навязывать свою повестку, будем навязывать мы в свою. Спасибо вам за эту встречу. Мы обязательно с вами еще увидимся. И как я говорил, просто когда я вас попрошу прийти на площадь, для того, чтобы отстаивать ваши права, не мои права, ваши права, Бельчан, пожалуйста, приходите, все у нас получится. Большое спасибо. Вам всем огромное спасибо. Мы ждем вас на выборах. Два бюллетеня. Велосуйте сердцем. Спасибо.